Доброе утро! Для меня было большой привилегией расти, ведя два совершенно разных образа жизни. Я родился в Германии, и в то же время у меня была возможность больше узнать о древнем искусстве, происходящем из храма Шаолинь. Когда вы вырастаете в азиатской семье, то довольно часто, во-первых, вы не спорите со своим отцом, а во-вторых, вы становитесь врачом, инженером или юристом. В противном случае ваши родители будут очень недовольны. Учитывая сказанное, я закончил свое академическое образование с двумя университетскими степенями, степенью MBA и целым набором различных сертификатов и дипломов, всего, что, по мнению моих родителей, было бы полезно иметь. Но на протяжении всего обучения я чувствовал, что чего-то не хватает. Я изучал множество различных аспектов. Как работает завод, из чего состоит атом, как функционирует политическая система. Но почему-то не хватало предмета, чтобы узнать что-то о себе самом. Итак, в возрасте четырех лет, я впервые познакомился с монашескими практиками. И я был очень рад узнать, что основная часть этих практик была связана с исследованием и открытием себя. Там были умственные тренировки, развитие поведения в сочетании с физическими тренировками, все аспекты того, что сегодня известно как шаолиньская кунг-фу. Теперь, несмотря на желание моих родителей как-то выйти на рынок и попытаться управлять миром, я решил продолжить эту монашескую жизнь и начал узнавать больше о себе. Когда я готовился к этому выступлению, меня попросили сказать несколько слов о том, что важно в этой жизни, и вижу, что сложно вложить три десятилетия в одно выступление. Но картина, которую я хотел бы показать вам, очень обобщает то, что я считаю ценным в этой жизни. Есть что-то в том, чтобы делиться с другими. Есть кое-что о связи. Это обучение и развитие самого себя. Это значит наслаждаться временем, даже если ничего не делать. И один из главных аспектов – найти способ и делать то, что вам нравится. Теперь, когда я получил приглашение выступить с докладом на сегодняшнем мероприятии, особенно под лозунгом «выше, еще выше, на самый верх», мне в голову пришло что-то очень особенное. Мастер из храма Шоолинь однажды рассказал мне историю, которую я хотел бы поделиться с вами. Человек жил недалеко от горы и каждый день думал, вы кого будет подняться на эту гору и что я увижу на вершине. И так, наконец, настал день, и человек отправился в путь. Подойдя к подножию горы, он встретил первого путешественника. И он спросил, как ты поднялся на гору и что ты видел с вершины? И так, путешественник рассказал о своем пути, а также о том, что увидел с вершины. Но затем этот человек подумал, путь, что мне описал этот путешественник, звучит очень утомительно. Мне нужно найти другой способ подняться. Поэтому он продолжал идти по подножию горы, пока не встретил следующего путешественника. Он еще раз спросил, как вы взобрались на эту гору и что вы видели с вершины? И снова путешественник поделился своей историей. Так и не определившись, в каком направлении и по какому пути двигаться, наш герой спросил еще 30 человек. Еще 30 путешественников. Когда он закончил говорить со всеми, он, наконец, принял решение. Теперь, когда так много людей уже поделились со мной своими историями об их пути, и особенно тем, что они все видели с вершины, мне больше не нужно туда лезть. Очень жаль, что этот человек так и не отправился в путешествие. А сейчас, чтобы завершить эту историю, во-первых, каждому человеку нужно найти наиболее подходящий способ забраться на эту гору. И, во-вторых, есть информация, которую можно передать словами, но невозможно поделиться опытом ясности, когда вы стоите на этой вершине в одиночестве. Во многом, все буддийские практики, обучение шаолинь или любая духовная практика посвящены тому, чтобы вложить правильные усилия восхождения на эту вершину. Ясность означает, что вы видите четко и чисто. Когда вы видите более чисто, взаимосвязь становится более очевидной. Когда вы видите более яснее, не нужно кому-то или чему-то верить. Четкое видение означает, что вы можете определить для себя, в каком правильном направлении двигаться и какие решения вам нужно принять, чтобы ваши цели или стремления начали формироваться. Во время сегодняшней презентации у нас будет возможность вдохновиться множеством разных путешественников. Но в этом конкретном разговоре я не могу и не скажу вам, куда идти. Просто на вашем личном пути вы столкнетесь с вызовами. Эти вызовы либо притормозят вас, а некоторые из них даже помешают вам двигаться дальше, взбираться на гору. В храме Шаолинь мы называем такие вызовы пятью препятствиями. Пять препятствий описывают разные состояния ума. В таких состояниях ума становится очень трудно ясно видеть и, следовательно, принимать правильное решение. Первое препятствие называется чувственным желанием. Чувственное желание возникает в тот момент, когда вы обращаете внимание на что-то, что вызывает у вас положительные эмоции. Эта положительная эмоция может исходить от пяти чувств вашего тела – зрения, слуха, обоняния, вкуса или осязания. Итак, мысленно вы поднимаетесь на эту гору. Пройдя милю пешком, вы обнаружите красивый ресторан, окруженный красивыми людьми. Вы чувствуете запах вкусной еды и большого разнообразия напитков. Следуя этому искушению, вы уже сбились с пути. Когда это искушение становится настолько сильным, что вы больше не хотите покидать это место, тогда чувственное желание превратилось в навязчивую идею. В обоих случаях оставаться в этом месте означает, что вы не можете получить ясность. Второе препятствие – недоброжелательность. Описывает состояние ума, которое возникает из-за отрицательных эмоций. В этом состоянии ума вы испытываете отвращение, неприятие или просто неприязнь к какому-либо объекту, ситуации или даже к человеку. Для упрощения это означает, вы поднимаетесь на гору и начинается дождь. Но вы не любите дождь. Вы обнаруживаете, что дороги размыло, но вам не нравятся размытые дороги. Чтобы перейти реку, нужно плавать, но плавать вы не любите. Что бы вы ни не любили, это не сделает ваше путешествие приятным, если вы не научитесь отпускать эту недоброжелательность. Более вероятно, что вы даже не продолжите это путешествие. Третья помеха первоначально переводилась как лень и оцепенение. Ленивость означает тяжесть тела, а оцепенение означает тупость ума. Она характеризуется сонливостью, немотивированностью, недостатком энергии и часто может проявляться в состоянии депрессии. Теперь сравнение, используемое в буддизме, описывает это как заключение. Вы попадаете в клетку. Становится очень трудно прилагать какие-либо умственные или физические усилия. Итак, чтобы продолжить свой путь, остается только один вариант. Вам нужно найти способ выбраться из этой дыры, из той самой клетки. Итак, четвертое препятствие называется беспокойство. Это состояние неуравновешенного, неустойчивого ума. Неустойчивый ум означает, что ваш ум не может остановиться. Остановиться где? Устраивайтесь в настоящем моменте. Неуравновешенный ум либо беспокоится о будущем, либо путешествует в прошлое и отвергает, судя о событии, которое произошло в вашем прошлом. Здесь используется сравнение с обезьянным умом, постоянно прыгающим с одной ветки на другую, не способным оставаться слишком долго в настоящем моменте. Проблема в том, что не остается времени видеть ясно. Последнее из пяти препятствий называется скептическим сомнением. И оно очень тесно связано с состоянием ума, основанным на нерешительности. В таком состоянии очень легко потеряться в мыслях. Я могу сделать это? Это правильный путь? Что скажут другие? Что если это? Что если то? Ум больше не может синхронизироваться с вашими собственными действиями. И в результате вы теряете связь с целями и стремлениями, которые когда-то ставили перед собой. Когда путь полон сомнений, вы чаще останавливаетесь, вместо того, чтобы двигаться дальше. Теперь, когда мы знаем пять препятствий, что мы будем с ними делать? Вам нужно выровнять и структурировать свою жизнь таким образом, чтобы не допускать возникновения этих препятствий. Если у вас ничего не получилось, нужно использовать приемы, чтобы их удалить. Каждое из этих препятствий накладывает темные облака на ваш разум и на путь вашего восхождения. Просто запомните одну вещь. Пусть идет дождь. Это четырехэтапный метод, который поможет вам устранить эти препятствия. Первый шаг – это осознать, в каком состоянии ума вы находитесь. После этого научитесь принимать, признавать и позволять ситуации быть такими, какие они есть, или человеку быть таким, какой он есть. Изучите свое эмоциональное и психическое состояние и задайте вопросы. Почему оно возникло? Каковы будут последствия, если я останусь в этом состоянии? И в конечном итоге – беспричастность. Это означает практику. Я – не мое тело. Я – не мой ум. Я – не моя эмоция. Просто я могу видеть во мне все эти три аспекта. Весь наш опыт, все наши жизни слишком уникальны, чтобы копировать путь у кого-то другого. Чтобы наполнить свою жизнь смыслом, придать ей ценность, вам нужно учиться и овладевать собой, и не позволять препятствиям останавливать вас. Если кто-то из вас выберет этот путь к ясности, я буду очень рад встретить вас на вершине. АПЛОДИСМЕНТЫ